Всем привет! Сегодня мы продолжаем тему монстра мюзикла Бу Йорк. В прошлом обзоре на эту серию я показала и рассказала вам о трех куколках. Это Луна Мотьюс, Мауседа Скинг и Эль Иди. Вообще, в серию Бу Йорк входит 11 персонажей. Это три куклы Галла Гу Фрэнс, которых я сейчас назвала их имена. Три куклы Бюджетки Монстры Туристы. Это Дракулаура, Клодин и Аперетта. Сет Клео и Дьюс Камет Кроссет Купол. Две куколки Кэти Нуар и Нефер Денин Сити Шэмс. И сет Састроновой. А сегодня же мы поговорим с вами о крутых находках для монстр-хай лаверов Нефери Денин и Кэти Нуар. Под коллекцией называется Сити Шэмс. Городские интриги. Перед тем, как рассмотреть кукол, мне бы хотелось рассказать сюжет мультфильма Бу Йорк. Жители Бу Йорка готовятся к великому событию, ведь к городу приближается настоящая комета, обладающая поистине волшебной силой. Такое чудо бывает очень редко, и не каждому суждено его увидеть собственными глазами. Вечеринка состоится на Бладвее. Тут же планируется и выступление Монстрос, которые также ждут этого дня. Но команда пока что не в полном составе, и кого-то еще не хватает. Луна Мотиус, Морседес Кинг и Элли Ди готовы к выступлению. Но где же четвертая девушка? Вот это еще один сюрприз, о котором вы узнаете в новой серии полнометражного мультфильма на русском языке. Ну конечно же вы уже все догадались, что это юная, но очень талантливая певица и будущая ученица школы монстров по имени Астра Нова. И она прилетит на праздник на той самой комете, которую ожидают местные жители. И не просто прилетит, она идеально дополнит команду и станет крепким звеном первого мюзикла юных певиц. Но в сегодняшнем обзоре наши герои это Кэти Нуар и Нефера Денил. Сейчас рассмотрим их коробочки. Лицевая сторона полностью прозрачная. Слева фигурный небоскреб с логотипом коллекции, за которым скрывается подставка и расческа. Правее нам сообщают, что мультфильм Бу Йорк мы увидим в октябре 2015 года. А ниже арт-персонажи. Чуть выше мы видим название коллекции Сити Шэмс, городские интриги и имя персонажа и чья она дочь. На задней стороне коробки мы видим город Бу Йорк и описание мультфильма. А сейчас давайте посмотрим кукол поближе. Вот мы достали куколок из коробки и давайте начнем с Неферы Денил. По сюжету Нефера очень сильно оздобилась на Кэти Нуар и хочет ей отомстить при помощи силы Кристальной Кометы. Ну все прям в ее духе. Нефера в этой серии очень царственная и грозная и как будто воинственная, судя по ее золотистым доспехам. Скинтон у Неферы менее загорелый и более бледный, чем у базовой Неферы. Если приглядеться, то у нее еще и лицо в блестках, да и глаза у нее шире в этой серии и создается впечатление, что она смотрит более прямо на нас. Мейк у нее довольно броский, золотисто-бирюзовые тени и темно-красная помада. У нее распущенные волосы. В копнах волос сочетается множество цветов. Насыщенный нефритовый и темный, золотистый люрекс и даже белые седые пряди. На голове у Неферы черная царская тиара в виде сплетенных между собой змей и кристаллов. Сережки со змейкой, держащей в хвосте кристалл. У Неферы молдированные под перчатки руки. Перчатки темно-бирюзового цвета и на них есть узоры бинтов и драгоценностей. Перчатка покрывает всю локтевую часть руки и кисть, за исключением пальцев. Аутфит состоит из яркого золотистого доспеха, на котором молдированы бинты и змеи, а на левом плече широкий и высокий рукав из кристаллов разных форм. Под доспехом находится небольшое, не особенно нагруженное дизайном платье. Платье почти доходит Неферы до колена, оно окрашено в блестяще синий с бирюзовым узором змей. Неферы носят бирюзовые высокие туфли, которые сделаны эксклюзивно для этой серии. Они открыты и как будто состоят из десятка змей, переплетенных между собой. Наверх коленком поднимаются две змейки на каждой туфельке. Подошва туфель выполнена в виде кристаллов. На основной части ноги большие кристаллы, а на каблуке маленькие. В набор к Нефере прилагается маленькая фиолетовая пирамидка, кусочек от кристальной кометы, явно обладающей могущественной силой. Я думаю, в мультфильме мы об этом узнаем поподробнее. Это все, что я хотела сказать о царстве Нефере Даниил, и теперь перейдем к красотке Кэти Нуар. Волосы у Кэти ниже ее талии розового цвета с добавлением голубых сверкающих прядок. Челка у Кэти сделана треугольной. На голове, помимо ее собственных ушек, есть голубой кристальный ободок с шипами и фальшивыми кристальными ушками. Макияж яркий и светлый, серебряные тени с голубой подводкой. Губы малиновые, а носик светло-розовый. Одесса состоит из двух частей. Первая – это пластиковый блестящий доспех из кристалла с большими и пышными рукавами и вырезанными на груди сердечком. А под доспехом скрывается платье с черным узором под разбитое стекло. Платье не доходит до колена. У Кэти молдированные под перчатки руки, как луниферы. Руки окрашены в розовый цвет и покрыты узором разбитого стекла. А пальчики как будто металлические или серебряные. У Кэти прилагается стильная сумочка с голубой мордочкой кошки и молдированными кристаллами. Обувь у Кэти открытая и на высоком шипастом каблучке. Верх оформлен в виде треснувших кристаллов разного размера. Сами туфли окрашены в приятный голубой оттенок. Обзор на неферу и Кэти закончен. И я приступаю к распаковке и обзору сета с Клео и Дьюсом. Но вы увидите это в следующей серии. С вами была я, Алиса. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал Белевикс. Ставьте ваши лайки. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах на канале Белевикс. Следите за новостями вконтакте и инстаграме. Ссылочка будет в описании. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok